Хромой белый медвежонок появился возле лагеря волонтеров на острове Белый в начале августа. Двое суток зверь провел на песчаной дюне. Когда начался прилив, экологи поняли, пора спасать малыша. Они накормили косолапого кашей и в ящики с колоченными с подручных материалов перенесли в один из пустующих домов. Курс антибиотиков ему привели, потому что он был стрелянный, у него полевое ранение, из карабина его стреляли. Они ранили его очень тяжело достаточно, но защитные силы организма оказались очень сильные, плюс помощь людей своевременная. У него кризис уже прошел, рана еще осталась большая, но сейчас он в хорошем, более-менее достаточно хорошем состоянии по здоровью. Работники пермского зоопарка приняли зверя. С Ямала его доставили на вертолете. Сейчас малышу 9 месяцев, вес его 40 килограммов. По просьбе участников экспедиции медвежонка назвали «сэр Ири», что в переводе с ненецкого означает «белый дед». Так по преданию минует духа, оберегающего остров Белый. Сэр Ири пока не может привыкнуть к свежемороженной рыбе, но рисовую кашу ест с удовольствием. И пытается катать мяч. Зоологи говорят, косолапый парнишка должен стать основателем нового медвежьего рода. Мы когда с членами экспедиции общались, они говорят, наверное, это мальчик. Так интересно стало, почему мальчик, как вы определили. Но они говорят, когда он в туалет мучится, он очень интересно, что он не присаживается. Девочки же присаживаются, а мальчик говорит, что не присаживается. Ну логично, в общем-то все правильно. А потом, когда мы его уже сами посмотрели, правда, на самом деле мальчик. Скучать в одиночестве новоселу придется недолго. В течение месяца ему подселят подружку. Невесту, сэр Ири, уже подобрали. Это белая медведица, недавно родившаяся в Казанском зоопарке. Кстати, она дочка медведя Юкона, которого несколько лет назад Пермский зоопарк презентовал в столице Татарстана. Парочку косолапых поместят в общий вольер. Для притирки характеров. Елена Иговцева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.